Всем здорова, с вами Иксдопинг, и этот выпуск впервые о японце Хидохико Йошиде. Вот список его олимпийских достижений, и стоит признать, это внушительно. Также стоит отметить, что ему платили баснословные бабки за выступления, за какие-то по 200 штук баксов. А за бой против Агавы так вообще поговаривают о сумме в 2 ляма, что для тех времён было просто безумием. Что же, давайте глянем на его выступления в Прайде. Если тебе заходит такой формат, не поленись подписаться. Он хорошо знаком с оппозицией мирового уровня. Дон Фрай перед боем рассекал в ги, но одевать его в итоге не стал. Йошида сразу решил пройти в ноги и успешно повалил Фрая. Начал примеряться к удушающему рукавом. Чуть позже вы сможете увидеть его во всей красе. Он, видали? Душит рукавом, выглядит довольно нелегально. Дона это достало, и он перешёл в атакующую позицию. Однако Йошида в итоге смог провести рычаг локтя. Продолжение следует... Я думаю, Тамура поймает удар с ноги. Ой, ударит с ноги. А Йошида его словит. Переведёт в партер и выполнит болевой. Вот и вся история. Он носит гир. Тамура, неплохой ударник. Уже в начале схватки отправил Йошиду в нокдаун. У-у-у, а тут если бы попал, то это бы сильно упростило дальнейшую работу. Комбинации Йошиды в стойке выглядят довольно дилетантские. И он, следуя сценарию баса, хватает ногу и переводит вниз. Тамура, как истинный ударник, даже за спиной не пробовал забрать шею. В итоге Йошида таки побеждает рукавом. Эх, это должно быть неприятно. Эх, это должно быть неприятно. Кто же, третий соперник и сразу Вандерлейф. Вот так проверочка. Понятное дело, все аналитики не давали Йошиде больших шансов. Хочу сказать, что одевать ки против такого зверя, как Вандерлей, это показатель яиц. Потому что он по-любому схватит за него одной рукой, а другой будет накидывать килотонны. Да-да, вот так вот. Конечно же, Йошида смог перевести Вандерлея вниз. Но тот буквально держал его на вытянутой руке. Убойно пробивал апкиками. Потом вообще треугольник накинул. Но вкладываться в него передумал. Под конец первого раунда Йошида выглядел очень убедительно. Накинул захват на шею и оказывал неслабое давление. Втором раунде Йошида продолжил гнуть свою линию. И как можно по нему заметить, он поверил в свой успех. Однако потом полез в рубку, где неслабо отгреб. А Вандерлей, почуяв кровь, усилил давление. Что было дальше, думаю, ты помнишь. Рэмпейдж прошел Лидела и встретился с Вандерлеем в финале. Но наш сегодняшний герой прошел с ним всю дистанцию и смог доставить хлопот на земле. И против самого сильного чувака в этом весе это достижение. Ты думал о завершении карьеры? Или пока что нет, не хочешь завязывать? Я не такой старый, как ты. Зато я лучше выгляжу. Что же, давайте перейдем к следующему. Потому что Хойс меня расстраивает. Такие у нас дела. Двое Грейси. Успехов! Это у нас вторая схватка с Хойсом. В первой был буллшит. Судье показалось, что Хойс постучал. Так что к этому бою он был очень мотивирован. И даже решил выйти в штанах Ги. Очень быстро Яшида показал свою взрывную силу. Но занять опасную позицию Хойс ему не позволял. Яшида аж задумался, что делать с этим бразильцем. И решил скрутить пятку. Но этим черный пояс по джитсу не смутишь. Даже оказавшись за спиной, Яшида не смог создать опасности. И в итоге Хойс оказался сверху и начал набивать очки. Вот только условия боя были таковыми, что если он продлится до самого конца, будет ничья. Выиграть можно только досрочно. Как можно заметить, закрепившись за спиной, Хойс выжимал из этой позиции максимум. Во втором раунде было некое подобие битвы в стойке. А когда дело снова перешло вниз, Яшида смотрелся менее предпочтительно. Избегал сложных позиций и был более уставшим. В итоге Хойс вышел в маунт. И эта позиция дает много очков даже в джиу-джитсу. По той логике, что из нее можно наносить очень много потенциального урона ударами с рук. Это говорил Джон Данахер на шоу Джо Рогана. Хойс Грейси определенно, и дальше комендатор завис, так как заявлять о победе было бы неэтично. Человек, который пришел в самую элитную организацию по ММА, звезда кикбоксинга, Марк Хан. Человек, Человек, Человек! Готов ли ты к сражению на земле, если до этого дойдет? Я не собираюсь в партер, я попрактиковал несколько приемов для выхода из него. Фишка в том, что Яшида всегда одевает ги. Если он сразу пойдет бороться после гонга и обхватит шею Марка Ханта руками, то может использовать рукав как инструмент удушения. И такой захват — хрен расцепишь. Поэтому при таких раскладах Марк точно проиграет. Но если Марк сможет держать его на дистанции, уходить от борьбы, то его лучший аргумент — поймать Яшида встречным ударом. Кто же уже на 30-й секунде Яшида навязывает борьбу? Выходит на рычаг локтя. Но Марк не растерялся и круто присаживался коленом на лицо Яшиды. Но, конечно, выбраться из его захвата чрезвычайно непросто. В стойку дело вернулось ненадолго. И вскоре Марк решил накидать Яшиды в гарде. И это казалось неверным решением. На этот раз Яшида уже не отпустил руку. Да, это противостояние Яшида. Да, это противостояние Японии и Америке. Он представляет американский рестлинг. А я дзюдо в Японии. Мы оба золотые медалисты. Когда я последний раз был на Олимпийских играх, финал был против американца. Ты хочешь повторить? Рулан Гарднер — тот тип, который смог одолеть Александра Карелина. Как он говорил в интервью, он хочет проверить себя в смешанных единоборствах. Яшида, как обычно, бомбил оверхенды, иногда даже хайкики. Но очень скоро напоролся на встречный удар. Рулан очень экономил силы и не вкладывался в граунд-он-паунд. У Яшиды были хорошие моменты в стойке. Повалить Гарднера, правда, не выходило. И он вообще сегодня не собирался бороться. Прямо та же история, что и в бою Майи и Аскрена. Во втором раунде размены продолжились. У Гарднера был крутой момент, когда он просто выкинул Яшиду в сторону. Преимущество в силе точно за ним. В третьем раунде Рулан спокойно доработал. Думаю, из него мог бы выйти неплохой микс-файтер. Но, к сожалению, это был его первый и последний бой в этом спорте. В третьем раунде Рулан Яшиду боролся со своими травмами немало времени. Но сейчас он здоров и готов взять реванш против убийцы с топором. Экшен не заставил себя долго ждать. Вандерлей понёсся вперёд с комбинацией. И потом занял позицию сверху. А Яшида тупо вцепился в Сильву, исключив любую возможность наносить урон. За это очень быстро получил жёлтую карточку. Потом Вандерлей включил мельницу. Но, на удивление, не смог хорошо приложиться. Вскоре уже Яшида перешёл в атаку в партере. И делал это довольно эффективно. Вандерлей даже в такой позиции пробовал приложиться коленом. А под конец раунда заставил Яшиду буквально укатываться от миздюлей. Во втором раунде экшена было мало. Но инициатива точно была за бразильцем. За Яшидой был лучший контроль на земле. Однако, раздельное решение назову спорным. Я считаю, Вандерлей выиграл без каких-либо сомнений. Дэвид Эбботт пришёл в прайд, чтобы показать всем, что в свои 40-х его ещё рано списывается счетов. Это уже через месяц. Звучит музыка. Люди говорят у него страшный взгляд, но меня это не волнует. Прайд предложил мне этот бой и я согласился. Это просто бизнес. Я слышал, что Ишида собирается со мной зарубиться. Не думаю, что это разумно. Я не собираюсь проводить ему дзюдоистские броски. Я буду драться в своей манере. И если он хочет со мной драться, для него это будет короткий вечер. Погнали! Ишида начал с хай-кика и попёр вперёд на танка, что закономерно закончилось для него позицией снизу. Эбботт в прямом смысле вытирал им пол, и его масса очень помогала ему давить на Ишиду. Ударка Хидохико росла медленными темпами, но уже позволяла накидать Эбботу как следует. Тот вцепился в ногу, после чего схватил парочку увесистых колен. Ну и когда японец забрал спину, то в очередной раз взял скальп удушением рукавом ги. Невероятно! Олимпийский медалист Хидохико Йошида встретится со своим сильнейшим соперником. Наоя Огава, тоже олимпийский дзюдоист с золотыми медалями. Мы все помним, как быстро его снёс Фёдор. Но стоит отметить, что к бою с ним он подошёл с рекордом 7-0 и не считался проходным соперником. Хотя для всех было очевидно, что Фёдор и Нок выйдут в финал. Мне кажется, Сергей Харитонов был куда сильнее Огавы. Поэтому Нок был в невыгодном положении на том турнире. Как говорят некоторые источники, за этот бой Йошида получил 2 миллиона баксов. Баснословные бабки для миксфайтеров тех времён. Как обычно, Огава не жмёт руку перед боем. Настоящий японский злодей. А Йошида впервые без ги, да ещё и несётся вперёд с оверхендами. Да уж, такими разменами мало кого впечатлишь. Йошида смог повалить Огаву. Тот, в свою очередь, не смог выбраться и неслабо получил в бубен. Тот факт, что Йошида бьёт стомпом, показывает уровень его неприязни к сопернику. Огава смог выбраться и даже занять атакующую позицию. Но как только Йошида схватил руку, то уже не отпустил её без сдачи соперника. Девянная ища продавника не точно спис 110% рекоменда göбным 2021. Готовец ураг закон! От article сняла с муциотранина судка. Иосуке Нишиджима. Серьезный боксер с рекордом в боксе 24-3. У Йошиды приветственный хайкик уже становится фирменным. Правда, растяжка далека от идеала. Очень быстро Йошида повалил соперника вниз и начал постепенно выдавливать из него все силы. Странно, что он не часто использовал треугольник. Как можно заметить, он может его опасно исполнять. Йошида сказал, что коротко подстригся, чтобы его голова стала поменьше для хайкиков Крокопа. Сегодняшняя ночь обещает быть заряженной. Святая регистрация думаю выпуск амирка уже многие посмотрели и помнят какой тут был сценарий юшида огрызался стойке после этого захвата у мирка были солидные кровоподтеки на лице и на шее ну а потом он нащупал слабое место японца и обрушил парочку килотон на левую ногу юшиды и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Колосс Томпсон. Про этого парня обязательно будет выпуск. Он буквально влетел в миддл кик Йошиды. Думаю, если бы вместо него ударил Мирка, то Томпсон остался бы без печени. Йошида быстро показал, кто тут дзюдоист. Примерился сначала к правой руке, а потом к левой пятке. Бороться с таким огромным соперником очень неудобно. Колосс смог вырваться из партера за счет огромной силы. А потом Йошида обрушился на него с ударами. И смотрелось это чертовски зрелищно. Потом Колосс снова оказался в зыбучих песках. Йошида очень хотела ставить его без правой руки. Но грубая сила Колосса вновь позволила ему выйти сухим из воды и красиво закончить бой. Кто же, Йошида достойно представлял Японию в полутяжелом и тяжелом весе. Сакураби это было делать крайне тяжело. Его трижды бил ван дер Лей. А для ребят из Бразилиан Топ Тим он был принципиальным соперником, и они были очень агрессивны с ним. Давайте поразмыслим, как бы он выступил против героев других выпусков. Рэмпейдж. Его засабметил Сакураба. И думаю, Йошида тоже смог бы это повторить. Но не больше, чем в шести случаях из десяти. Ави Рим. Он бы, конечно, перебил Йошиду стойки. Но тут главный вопрос. Смог бы японец выжать из Рима все силы в партере? Я думаю, вполне возможно. Но шансы на это 50%. Шоуган на земле более техничен и опасен, чем ван дер Лей. Так что он бы выиграл без всяких сомнений. С ван дер Леем понятно. Александр. Он бы полностью доминировал в стойке. И для него главной задачей было бы не отдать все силы на земле. И я думаю, он смог бы с этим справиться. Он достаточно силен и куда умнее на земле, чем, например, Марк Хант. Чтобы выбраться из опасных позиций. Отдаю преимущество Емельяненко. Сергей спокойно отвоевал с Нагейрой все отведенное время. Поэтому не вижу у Йошиды перспектив против него. Пиковый Федя без шансов. Барнетт, Крокоп, Нагейра маловероятно. С полутяжами, конечно, сложно предсказать исходы. Но давайте будем отталкиваться от того, что он отвоевал с ван дер Леем дважды и всю дистанцию. Это показатель. Против Ароны не вижу особых шансов. Рожерио офигеешься отметить. Он хороший джитсер, а в стойке может накидать покруче брата. Поэтому считаю за ним преимущество. Хэндо. Его сабмитили топовые джитсеры. Смог бы это повторить Йошида. Ну, в трех-четырех случаях из десяти. Но он мог бы завалять Хэндо и выиграть по очкам. Вероятность этого я считаю 45%. Так что у Хэндо все равно небольшое преимущество. Ниндзя Руа. Вероятность его победы, думаю, 50%. Очень сложно представить сценарий их боя. Не знаю, напишите в комментах, как бы это выглядело. Игорь Вовчанчин. Он хорошо умел уходить от сильных сторон рестлеров. Но с джитсерами ему было сложно. Его очень быстро победил Марио Сперри из команды Нога. И Йошида тоже мог бы повторить такой сценарий. Отдаю ему небольшое предпочтение. Хит Хэринг. Непростая цель для сабмишенов. Он крайне силен. Плюс умеет и любит пробивать лоу-кики. И он вполне мог бы отбить ногу Йошиде за первый раунд. Отдаю Хиту предпочтение. Кевин Рендлман. Йошида для него крайне неудобный соперник. Он очень круто вяжет удары. И очень быстро может утомить тебя в партере. Думаю, он бы выиграл решением. Такие у меня сегодня мысли. Пишите в комментах, с чем согласны, с чем не согласны. Ну и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание. Услышимся.